За победу будут бороться и тюменские волонтеры культуры. Наш региональный опорный центр участвует в первом всероссийском конкурсе волонтерских центров в сфере культуры. 10 победителей получат 100 тысяч рублей на развитие. Свою концепцию и планы на 2020 год ребята представят на заочном этапе конкурса в ближайшие дни, а также поделятся результатами своей работы по продвижению идей добровольчества в сфере культуры в Тюменской области. В год 75-летия победы волонтеры культуры провели много акций. Самые масштабные и запоминающиеся обсудим с директором департамента культуры Тюменской области Еленой Майер. Здравствуйте. В год Великой Победы, в юбилейный год волонтеры культуры провели много акций. Какая самая массовая, которая может быть вызвала наибольший отклик у жителей области, ну и самая яркая, по вашему мнению? С моей точки зрения, самая яркая и запоминающаяся стала акция, проведенная именно в день празднований юбилея Победы. 9 мая. Тюменские артисты совместно с волонтерами культуры в рамках акции «Поем двором» выступали с концертами перед домами ветеранов и тружеников тыла. Представляете, каждый ветеран стал участником празднования Дня Победы и почувствовал гордость за свою родину, радость от этого праздника. Конечно же, в концертах прозвучали песни военных лет. Вот, пожалуй, вот эти мероприятия я бы назвала массовыми и достаточно запоминающимися. Ну, одна из акций – это «Голос поколения». Вы собирали видеоролики, в которых люди рассказывали о своих героях. Я посмотрел некоторые видео в социальных сетях. Все ли присланные работы уже опубликовали и можно ли еще пополнять этот альбом? Действительно, акция «Голос поколения» – основа марафона «Добрых дел» стала очень популярной и получила большое количество работ от участников. Мы все еще продолжаем их публиковать, хотя на самом деле уже прием ограничен. Но вот вы знаете, вы сейчас задали этот вопрос, и мне кажется, это очень хорошая идея. Мы сейчас проработаем и будем рады поделиться еще большим количеством историй, чтобы новые участники смогли рассказать о своих героях, несмотря на то, что все-таки уже прием заявок закончен, и марафон уже прошел. Мне кажется, это будет очень хорошее продолжение акции, поэтому спасибо вам за поданную идею. Чем сейчас занимаются волонтеры культуры и какие планы на ближайшее будущее, то есть связанные как с юбилейным годом Победы, так и в остальных направлениях? Ну, если говорить о масштабных планах, то стоит отметить международный волонтерский литературно-музыкальный онлайн-марафон, который называется «Судьба человека». Здесь даже, возможно, несколько форматов участия. Можно прочитать отрывок из рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека». Я думаю, каждый человек знает эту книгу, и, конечно же, она прониклась внутрь, и есть чем поделиться своими эмоциями. Второй формат – это коллективное исполнение песни Ильи Резника и Ольги Юдахиной «День Победы». А третий формат – это демонстрация живой книги-фотографий из семейного архива. Марафон еще идет, и как раз здесь волонтеры активно готовят материалы для участия. Также волонтеры продолжат посещение районных домов ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, вдов ветеранов, тружеников тыла. Они окажут адресную помощь. Не только развлекают, но и прямо реально помогают уборкой помещений или придомовых территорий. Помимо этого волонтеры помогут библиотекарям обслуживать наддомных абонентов, то есть они доставят книги ветеранам из библиотеки домой. Спасибо большое за интересную беседу. Вам желаю хорошего дня. Ну а тюменским волонтерам культуры только победы. Продолжение следует...